Приветствую вас, ну и если такое поведение человеку не свойственно, то можно говорить о неком экстраординарном, необычном состоянии его эмоционального, так сказать, фона в данный момент. Соответственно, вам нужно вести себя выдержанно, вежливо, спокойно, достаться прихода мужа с работы и, собственно говоря, поговорить. Сказать ему четко о том, что какая бы проблема ни была, а поскольку вам вопрос о наличии проблемы задали, так вот, какая бы проблема ни была, применять насилие к вам вы не позволите. И на первый раз вы его прощаете за это, именно так вам нужно сказать, на первый раз вы это прощаете, ввиду некоторых обстоятельств, которые произошли, но больше в отношении к себе вы такого не позволите. И если он еще раз вас ударит, вы от него или уйдете, или, ну, уже вам там будет лучше что сказать и что придумать. То есть нужно обозначить свое к этому отношение. Отношение такое, что с одной стороны вы его понимаете, вы понимаете, что это не типичное, не характерное для него поведение, и оно чем-то обусловлено, и проблемы, которые вызвали такое поведение, нуждаются в решении. С другой стороны, вы, как бы, обозначаете свои личные границы, говоря ему, что не потерпите поведение, не устраивающее вас, не устраивающее вас. Собственно говоря, когда мужчина оскорблял на протяжении трех дней, у него, может быть, была какая-то обида, но когда он применил к вам силу, это уже ничем нельзя оправдать, никаким поступком абсолютно нельзя оправдать такое поведение. Кроме различного аффективного состояния. Аффективное состояние – это когда человек не понимает, что он делает. То есть он находится в сильнейшем эмоциональном стрессе и не контролирует свои действия. Если в таком именно состоянии находился ваш мужчина, тогда даже, ну, говорить о том, что вы не потерпите поведение, такого ситуации не стоит. Самый мужчина просто не осторновал, что делать. И тут же можно говорить об особенностях нервной системы, когда человек в зависимости от ее прочности, от ее крепости, в определенных ситуациях просто не способен себя контролировать. Так бывает. И тогда этому человеку необходимо обратиться к нервологу, чтобы тот прописал соответствующие какие-нибудь препараты, которые помогли бы человеку либо не достигать того пика волнения, который отключает контроль над своими действиями, либо учиться контролировать свои эмоции, учиться контролировать себя. Тут уже важна работа с психологом. Вам же, вам же, в никаком случае не стоит продолжать диалог, не стоит продолжать разговор на тему того, что произошло со мной, потому что в данном случае наблюдается некоторый переломный момент. Этот переломный момент в одностороннем порядке покажет вам отношения мужчин. Если он действительно действовал по эмоциональному всплеску, будучи в состоянии аффекта, то он, конечно же, извинится перед вами. И, конечно же, вы сможете спокойно обсудить все то, что привело к такому поведению. Но если он будет свистить себя, как ни в чем не бывало, ничего не говорить вам, то это показатель того, что мужчина не собирается ни проблему решать, ни, по сути дела, менять свое отношение к вам. И в случае возникновения повторения ситуации, а она обязательно повторится, если ее не разрешить, к вам поведение будет точно такое же. Тут уже от вас зависит, что вы будете делать. Вы можете надеяться ждать и надеяться, что такое ситуация больше не повторится. Можете попробовать разрешить, собственно, самую проблему, корень причины, по которой так же получилось. А можете сказать, что прости, дорогой, я вот сегодня понимаю, что такое отношение ко мне для меня неприемлемо. Я боюсь, что ты повторишь свое поведение, и поэтому я не хочу с тобой находиться больше вместе. А я тебя, конечно, люблю, но быть с тобой мне на таких условиях никак не хочется. И это ваше право. И, опять-таки, это покажет отношение к вам, мужчины. Потому что, если он вам и дорожит, он будет стремиться к тому, чтобы наладить отношение, восстановить вам и связь, и так далее. Если нет, то, соответственно, не так уж сильно он вам и дорожит. И тогда проблему решить, наверное, не получится. Потому что любой семейный конфликт можно решить только тогда, когда этого хотят оба человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. 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 Спасибо.